Всем привет! Новый год уже приближается. Хочу поделиться с вами интересными идеями новогодних поделок из бумаги. Для первой поделки берем лист формата А4 и еще целых 10 квадратов размером 10 на 10 сантиметров, желательно разных цветов. Начнем с квадратов. Нанесем на кончик уголка немного клея и склеим его с другим противоположным углом. Склеим таким образом все разноцветные наши квадратики. После того, как все будет готово, приклеим наши детали на большой лист бумаги прямо в центр. Нанесем немного клея и приклеим каждый по очереди, придерживая все пальчиками, чтобы было ровно. Можно сделать такую новогоднюю поделку любого цвета. На нижнюю часть будем наклеивать красную полоску бумаги шириной в 10 сантиметров. Но сначала сделаем надрезы ножницами по всей длине. А уже после наклеим. Вот так. Верхнюю часть декорируем желтой полоской шириной в 2 сантиметра, чтобы наша новогодняя поделка была очень яркой. Теперь склеим оба края новогодней игрушки вместе. Подождем, пока клей высохнет и приклеим ручку, чтобы наш декор можно было повешать на елку. Очень красиво и ярко. Получается очень интересная, необычная новогодняя поделка. Для второй поделки будут нужны цветные полоски из плотной бумаги размером 2,5 на 20 сантиметров, а из серой размером 3 на 10. Сделаем пометки на сером картоне шагом в 1,25 сантиметра по длинным сторонам. Соединим их линиями, чтобы было удобно по ним сделать сгибы, получая целых 8 секторов. Складываем полоску пополам и от края отсчитываем третий сектор. На нем проделаем дыроколом сквозное отверстие. Вот так. Далее склеиваем между собой внахлёст. Таких деталей понадобится не одна. Для изготовления лампочек возьмем полоски цветной бумаги. Складываем каждую полоску пополам и, держа за самые кончики, делаем дыроколом отверстие по центру, отступая от края 5 миллиметров. Слегка придавливаем бумагу на сгибе в нижней части. Удерживая пальцами сложенные концы полоски, легко прижмем их к центральной линии сгиба при помощи ладони. Когда мы отпустим полоску, она по форме напомнит нам лампочку новогодней гирлянды. При необходимости повторите, пока нужная форма не будет достигнута. Теперь соберем новогоднюю гирлянду из бумаги. Понадобится любая веревочка или толстая нитка. Проденем ее через все отверстия серых деталей, вкладывая вовнутрь концы каждой цветной лампочки в центр, серого основания. И так проденем, формируя красивый новогодний декор. И так проденем, формируя красивый новогодний декор. Теперь вы знаете, как быстро и просто сделать оригинальную гирлянду к Новому году. Для третьей поделки берем разноцветные круги разного диаметра. Складываем круг пополам. Еще раз пополам. И еще раз пополам. Получим полосочку. Раскроем и соберем по получившимся сгибам в гармошку. Отлично! Согнем деталь пополам. И склеим вот здесь. Получилось красивое гофрированное сердечко. Сложим таким образом все оставшиеся круги. Возьмем любую нитку. И будем приклеивать на нее все наши бумажные сердечки. Таким образом мы сделаем шикарную новогоднюю гирлянду, которую можно украсить в свой дом. Или елочку. Такой новогодней поделки не будет ни у кого кроме тебя. Для четвертой поделки подготовим круги следующих размеров в нужном количестве. Цвета можете выбрать любые. Складываем большие круги пополам. И еще раз пополам. Прижимаем хорошенечко пальчиками, получая небольшой треугольничек. Как все будет подготовлено, начнем склеивать. Для этого нам понадобится один маленький кружочек. На него мы нанесем клей. Приклеим сложенные треугольники, чередуя цвета, открывающими сторонами вовнутрь. Сверху наклеим еще один кружок, закрепляя треугольные детали. Подготовим еще одну половину. Вот так. Теперь у нас их две. Склеим вот здесь. Раскрывая пальчиками, нанесем клей. Скрепим и немного подержим, пока клей не высохнет. Проделаем все те же действия с каждой из сторон. Внимательно смотрите и повторяйте. А если что-то не поняли, пересмотрите еще раз. Получилось очень забавно. Теперь склеим еще и здесь. Для того, чтобы получить половину шара. Повторим все действия со второй деталью. Так как для полного ее изготовления нам нужны две такие половинки. Склеим их вместе. Нанесем клей сперва в нижние части и склеим ее. Подготовим петельку и склеим верхнюю часть, вкладывая петельку вовнутрь. Чтобы наша новогодняя елочная игрушка могла висеть на елке. Вот так мы легко и просто с вами сделали еще одну новогоднюю поделку на елку. Для пятой поделки возьмем два зеленых листа формата А4. Циркуль выставим диаметром в 10 сантиметров. Поставим острием в угол и проведем четверть окружности. Вырежем. Сформируем из получившейся детали конус для новогодней поделки. Нанесем клей на одну из сторон и склеим вместе, слегка заворачивая. Как бы делая кулек. Подклеим торчащую сторону, чтобы стыка не была заметна. Супер! Из второго листа нарежем три полосы шириной 7 сантиметров. Сложим пополам по длинной стороне и сделаем мелкие надрезы, напоминающие мишору. Получилось красиво! Раскроем и любым круглым предметом закрутим самые кончики с двух сторон. Но только так, чтобы кучеряшки смотрели в одну сторону при складывании. Так наша елочка будет смотреться намного пышнее. Обклеим такими красивыми пушистиками конус, получая замечательную елочку из бумаги. Обязательно пишите в комментариях, какая поделка из бумаги на Новый год вам понравилась больше и заслужила вашего лайка. Вырезаем полоски нужной длины и обкручиваем ими наш конус. Закрепляя, конечно, концы, клеем ПВА. И так доходим до самого конца нашего конуса, обклеивая его такими пушистыми деталями. Украсим нашу красавицу звездой и кружочками, которые я вырезала из бумаги. Подари видео, свой лайк и подписку на канал Поделки Самоделки. До следующего видео, друзья! Пока-пока! Всем привет! Сегодня мы сделаем еще 5 поделок на Новый год из бумаги своими руками. Это легкий, красивый новогодний декор. Для первой поделки берем лист цветной бумаги формата А4. По длинной стороне сверху и снизу делаем отметки шагом в 2 см. Соединим пометки отрезками. Вырежем. Для одной поделки понадобится всего 4 полоски. Одну оставляем размером, как есть. Вторая полоска будет размером 18 см. Третья будет размером 16 см. А четвертую поделим на 2, 12,9 см. Лишнее обрежем. Получая целых 5 полос разного размера. Склеим первые 4 полоски, начиная с большей. Соединяя оба конца вместе, как я. Клея наносить много не нужно. Чуть-чуть. Склеили и прижали пальчиками. Приплюснули. И так со всеми, кроме самой маленькой полосочки. С ней мы проделаем немного по-другому. А вот и она. Самая маленькая. Делаем сгиб с любой стороны. На глаз. На него нанесем клей. И приклеим второй конец. Получается форма капельки. Но она нам не нужна. Держим острым концом вверх. И двумя пальцами придавливаем края. Делая сгибы по бокам. Формируя тем самым треугольник. Вот теперь то, что нужно. Начнем с самой большой детали. Нанесем клей в центр. И приклеим деталь чуть меньше. Еще раз нанесем клей. И приклеим еще меньше. И так пока не приклеим все. Последующие детали кладем ровно по центру. Оставляя с каждого края равномерное расстояние. В самом конце приклеим треугольничек. Он будет завершающей деталью новогодней поделки. Распушим получившиеся украшения. Слегка потянув за оба края в стороны. Супер! Подготовим таких елочек нужное количество разных цветов. Возьмем любую толстую веревочку. И привяжем ее к каждой елочке. С двух сторон. Получая шикарную, необыкновенную новогоднюю гирлянду на Новый год. Делитесь с друзьями креативными идеями. И делайте новогодние украшения вместе. Так будет намного веселей. Получилось очень интересно. А главное, легко и просто. Мы с вами подготовили одну поделку на Новый год своими руками. Для второй поделки берем по два квадрата красного и белого цветов. Каждый размером 8 на 8 сантиметров. Склеиваем красный и белый между собой. Клей можно взять любой. Мне удобнее было использовать при склейке клей-карандаш. С ним тонкая бумага не размыкает и следов никаких не оставляет. Как иногда бывает после клея ПВА. Но это не драматично. Берем один квадрат красной стороной к себе. И загибаем оба края где-то на 1 сантиметр. Получается вот так. Перевернем и согнем уголочек вниз. Только самый маленький кусочек. Далее перевернем на белую сторону и согнем правый и левые углы один на один. Все сгибы прижимаем пальчиками, ведь мы складываем нашу новогоднюю поделку по технике оригами. Получился красный колпак. Согнем его пополам таким образом, чтобы его кончик торчал с правой стороны. Вот так. Загнем нижний угол вверх до опушки шапки. Затем маленький его уголочек вниз. Хорошенько прижмем и получим верхнюю часть Деда Мороза из бумаги. Нарисуем черным маркером ему глазки и отложим сторонку. Возьмем следующий квадрат красной стороной и сделаем загибы на 1 сантиметр с двух параллельных сторон. Вовнутрь. Сложим пополам так, чтобы загнутые края были с правой и с левой стороны. Сгибаем пополам одну сторону и также вторую. У вас получилось как у меня. Если да, идем дальше. Раскроем и положим как я. Верхние края загнем как воротничок. Но это будет что-то другое. Увидите чуть позже. Перевернем воротничком вниз. И сделаем сгиб, который начинается от края выходящих деталей. Это нижняя часть оригами Деда Мороза из бумаги. Я предлагаю склеить вот здесь, чтобы не торчало. И, конечно же, приклеить голову дедушки, чтобы он всем в новогоднюю ночь смог подарить подарки. Замечательный новогодний декор в виде Деда Мороза сделанный своими руками. А со всеми новогодними подделками, которые мы сделаем, он будет смотреться еще лучше. Для третьей подделки возьмем два листа бумаги разных цветов формата А4. По короткой стороне сделаем пометки шагом в 2,5 см. Сверху и снизу. Соединим их отрезками по всей длине. Вырежем и получим длинные полоски. Соберем их вместе, чередуя цвета. Найдем центр и сделаем пометку карандашом. Скрепим степлером по отметке. Приступим к сборке новогодней подделки. Клей нанесем на каждую сторону полоски, приклеивая ее в центральной части. Для удобства я взяла клей-карандаш. Склеиваем сначала одну половину, затем вторую. Как вы уже догадались, у нас будет красивая объемная снежинка, которой можно будет украсить свою елочку. Делается такая снежинка очень легко и просто. Центр снежинки я декорирую кружочками из глиттерного фоамирана с двух сторон. Вы можете приклеить что-то другое. Сделаем петельку и все. Наша красивая снежинка готова. Получилось очень здорово. Для четвертой подделки подготовим четыре пары кругов следующих размеров. Зеленого цвета. Складываем все круги пополам. Далее склеим каждую пару кругов вместе, как я. Клей наносим только на самый кончик, приклеивая к половине одного круга второй. Ставь за новогодние подделки лайк и подписывайся на канал подделки-самоделки, если не подписан. Обязательно жми на колокольчик, чтобы не пропустить все наши новые видео. Раскроем получившиеся детали. В самый верх положим маленькие склеенные кружочки и вовнутрь будем вклеивать вторые склеенные круги, которые чуть больше. Клей наносим на обратную сторону, в самый уголочек треугольника. Таким образом, вклеим и все остальные детали по очереди, от меньшего к большему. По центру последних клеенных деталей наклеим палочку от мороженого. Теперь закроем и посмотрим, что же у нас получилось. Это красивая и простая елочка из бумаги, которую можно украсить стразами или кружочками, как я, которую вырезала из глиттерного фоамирана. Смотрится просто шикарно. Для пятой поделки возьмем обычные два листа бумаги А4, двух зеленых оттенков. По длинной стороне сделаем пометки шагом в 2,5 см сверху и с ними. Соединим линиями. И вырежем. Из картона и целлофана подготовим основу. Вырежем из коробки большой круг диаметром 18 см. И шириной 3 см. На одной стороне скотчем приклеим скрученный пакет, для того, чтобы наша поделка на Новый год была объемная. Наклеим каждую полоску, чередуя цвета. Обкручиваем основу и склеиваем оба края вместе. Каждая последующая наклеенная полоска должна находить сверху предыдущей. Получается очень красиво. Кто так считает, ставьте лайк. Теперь будем делать для поделки декор. Для него возьмем две красные полоски размером 21 на 2 см. Склеим их вместе, как у меня. С легкостью сложим, загибая по очереди каждую полоску. В конце закрепим клеем. А если будет что-то торчать, обрежем. Получим замечательную пружинку. На оранжевой бумаге нарисуем пламя от свечи в виде капельки. Так подойдет. Вырежем. Перенесем полученную деталь на желтую бумагу. И сделаем ее чуть меньше. И тоже вырежем. Приклеим ее вовнутрь первой. Вырежем маленькую оранжевую полоску, которую согнем пополам. Приклеим одну половинку к пламени. А вторую половинку приклеим к самой пружинке. Это будет красивая новогодняя свеча. Из красной атласной ленты шириной в 2 см сформируем шикарный бантик. Красиво оформим края ленты. Также обрежем концы на новогоднем венке. Смотреться будет просто супер. Приклеим на венок бант, свечу и любой декор, который у вас есть дома. Обязательно пиши в комментариях, какая поделка из бумаги на Новый год тебе понравилась больше и заслужила твоего лайка. А также подписывайтесь на канал Поделки Самоделки. Всем праздничного настроения. Пока-пока.